Варшавский договор распался, НАТО продолжает существовать. В чем формула ее успеха? Мнения разошлись. Немцы против размещения бундесверсов в странах Балтии. Власти за. На теракты в Стамбуле Европа сразу отреагировала усиленными нарядами полиции. Однако ответа на главный вопрос по-прежнему нет. Как обеспечить безопасность в аэропортах? Дополнительные металлоискатели и камеры видеонаблюдения не спасают. Да и содержимое всех чемоданов на входе не проконтролируешь. Как предотвратить теракт? Речь не только о людях, но и о технологиях. Что могут предложить специалисты в нашем материале? Франкфуртский аэропорт крупнейший в Германии. Его услугами ежегодно пользуются более 60 миллионов человек. И пассажиры, и багаж подвергаются тщательной проверке. И тем не менее металлоискатели и эндроскопы не обеспечивают абсолютной безопасности. Они не смогли предотвратить теракт в Стамбуле. А в Брюсселе досмотр на входе в аэропорт вообще не проводится. Это происходит только в стерильной зоне. Однако эксперты уверены, контроль на входе не самые эффективные меры для повышения безопасности. В случае теракта перед зданием аэровокзала жертв тоже будет много. Лучше сделать ставку на новые технологии. В настоящий момент мы активно обмениваемся информацией с нашими партнерами относительно того, как могли бы выглядеть системы, которые пока не являются составной частью контроля в аэропортах. Правда, ничего конкретного по этому поводу пока не решено. Гораздо конкретнее выглядит вот это приспособление, напоминающее лазерную пушку. Оно способно обнаруживать взрывчатые вещества и даже их следы на расстоянии до 25 метров. Разработчики из немецкого института имени Фраунхофера уверяют, скоро этот прибор станет компактным и переносным. Следы таких веществ на чемоданах, на руках или ступеньках мы сможем распознавать надёжно и быстро. И это уже в ближайшем будущем. Инфракрасный лазер позволит незаметно контролировать приближающиеся к аэропорту автомобили или, например, людей на вокзалах. Тем не менее, и эта техника стопроцентной безопасности гарантировать не может. Мы способны обнаруживать даже минимальные следы взрывчатки, остающиеся на багаже или машинах. Но мы не можем заглянуть внутрь. Для этого нужна другая техника. А потому мы как раз работаем над слиянием различных технологий. Пока же безопасность пассажиров будут обеспечивать привычные системы контроля. В некоторых странах даже на железнодорожных вокзалах. 1 июля 1991 года считается концом Холодной войны. Ведь именно тогда, четверть века назад, прекратил действовать Варшавский договор. Подписывался он под руководством СССР на фоне вступления в НАТО Западной Германии. И если организация Варшавского договора была упразднена, то Североатлантический альянс с тех пор только расширялся и продолжает усиливать свои позиции. Организация Восточного договора была создана Москвой в середине мая 1955 года. Именно в этом году Западная Германия присоединилась к Североатлантическому альянсу. В организацию Восточного договора, другими словами, Восточный блок, помимо СССР тогда вошли Албания, там она оставалась до 68-го, Болгария, Венгрия, ГДР, из договора она вышла в 90-м, Польша, Румыния и Чехословакия. Просуществовал Коммунистический Восточный блок 36 лет. У каждой страны были свои национальные интересы, как и у членов Западного альянса, НАТО. Но, с другой стороны, все эти социалистические режимы были заинтересованы в поддержании организации Варшавского договора, потому что она гарантировала их существование. В конце концов, все они, и Живков, и Ульбрихт, правили своими странами благодаря советским штыкам. Восточный блок прекратил свое существование за несколько месяцев до распада СССР. В России с тех пор неоднократно звучали упреки, что, мол, угроза с Востока исчезла. Но Запад так и не распустил НАТО. НАТО гарантирует безопасность своих членов не только от внешней угрозы, но и друг от друга. На территории стран НАТО не было войны с 1949 года. Это очень важное достижение. Такое же важное, как и долгосрочное участие США в европейской политике безопасности. НАТО была не только не распущена. Североатлантический альянс, наоборот, значительно расширился на восток. Так, все страны и организации Варшавского договора впоследствии присоединились к НАТО. Бывшие республики СССР, Украина, Грузия и Молдавия также стремятся вступить в альянс. НАТО усиливает свои позиции на востоке Европы, в том числе и в странах Балтии. Военное вмешательство Москвы не исключают не только эксперты в НАТО, но и рядовые жители Германии. Почти каждый второй немец считает возможным, что Россия может дестабилизировать ситуацию в Балтийском регионе по крымскому сценарию. При этом лишь 9% рядовых немцев поддерживают планы разместить на востоке Европы солдат Бундесвера. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Институтом ЮГОВ. Прокомментировать эти цифры мы попросили парламентского корреспондента Deutsche Welle Никиту Жолквера. Никита, Германия согласилась включить своих военнослужащих в состав дополнительных батальонов НАТО, которые будут размещены на востоке Европы. Рядовые немцы, как показывают результаты опросов, с этим не согласны. Что означает такое расхождение во мнениях? Вы знаете, меня эти цифры совершенно не удивляют. Этот опрос проводился 24-27 июня, то есть через несколько дней после того, как вся немецкая пресса, телевидение и даже в Бундестаге обсуждали 22 июня 1941 года, 75-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. И любые упоминания этого исторического события, естественно, вызывают у немцев чувство исторической ответственности. А сама мысль о том, что немецкие солдаты снова окажутся на границе с Россией, вызывает такую национальную аллергию. Во-вторых, это я уже упомянул, комплекс исторической ответственности или исторической вины. Этот комплекс очень силен в Германии, поэтому любые поползновения, что ли, военного плана здесь встречают в штыки. Ну и, наконец, в-третьих, а это следует из второго пункта, в Германии вообще очень силен пацифизм, опять-таки исторически обусловленный. Правда, некоторые называют это не столько пацифизмом, сколько эгоизмом немцев. В частности, например, военный эксперт социал-демократической партии Германии Райнар Арнольд, я с ним сегодня беседовал, и он сказал, что его эти цифры, или он объясняет эти цифры нежеланием немцев брать на себя ответственность на международной арене, опасениями, что Германия окажется втянутой в военный конфликт. Так что вот эти причины и объясняют тот факт, что только 9% поддерживают идею отправки немецких солдат в страны Балтии. Лидер христианских демократов Ангела Меркель поддержала участие Германии в планах НАТО. Не просчиталась ли таким образом канцлер ФРГ, и может ли это как-то сказаться на уровне ее популярности? Я понимаю, что россиянам очень приятно думать, что весь мир крутится вокруг России. На самом деле, это, увы, не так. Перед Ангелой Меркель стоят совсем другие проблемы, и перед Германией тоже. Это Брексит, это перестройка всего Европейского Союза, это миграционный кризис, это до сих пор непреодоленный долговой кризис еврозоны. Что же касается социал-демократов, то их рейтинг находится на уровне 20%. И за счет реверансов в адрес Москвы, они, может быть, социал-демократы наберут еще 1-2%, но не более того. В любом случае, радикальным образом расстановка сил перед следующими парламентскими выборами, которые пройдут осенью следующего года, здесь не изменится. Спасибо, Никита. Это был наш парламентский корреспондент в Берлине Никита Жолквер. В отношениях России и Турции, судя по всему, наметилось потепление. В четверг, на следующий день, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана, в Москве начали работать над снятием санкций против Анкары. Тему продолжим в новостном обзоре. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры по поэтапному снятию санкций с Турции. Он заявил, что нужно рассмотреть вопрос об отмене продуктового эмбарго в отношении Анкары и высказался за возобновление чартерных рейсов в Турцию. Теракт в аэропорту Стамбула совершили выходцы из России, Узбекистана и Тиргизии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя турецких властей. По информации турецких СМИ, один из террористов-смертников мог быть выходцем из Чечни. Бывший мэр Лондона и один из лидеров кампании за Brexit Борис Джонсон, вопреки ожиданиям, решил не выдвигать свою кандидатуру на пост главы консервативной партии и премьер-министра страны. О выдвижении своей кандидатуры заявил британский министр юстиции Майкл Гоуф. Вокалист рок-группы «Рамштайн» Тиль Линдеман заявил, что его фотографии в футболке с портретом Путина — фальшивка. В интервью изданию «Бильд» он сказал, что на майке нарисован череп с костями, который с помощью графического редактора был подменен на портрет Путина. А вот смартфон с изображением российского президента, по словам Линдемана, настоящий. Его ему, как он выразился, перед концертом в Москве всучили в руки друзья организатора шоу. Количество членов жюри кинопремии «Оскар» в этом году увеличится. Американская академия, которая присуждает награду, пригласила около 700 новых членов. Среди них много женщин, представителей других стран и представителей национальных меньшинств в США. Новыми членами жюри могут стать российский документалист Виктор Косаковский и продюсер Александр Роднянский. Ранее в СМИ и соцсетях разгорелся скандал. Критику вызвал слишком белый состав номинантов на последнем «Оскаре». В Твиттере тогда даже появился хэштег «Оскарсоуайт». ДВ Новости расскажет о развитии событий уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова